Здравствуйте дорогие партнеры, подписчики моего канала. Я Николай Лосков и в этом видео я расскажу и покажу вам, как сделать прозрачный фон на каком-то изображении, на какой-то картинке. Ну вот, к примеру, мы скачали с интернета какую-то картинку. Вот так она выглядит и у этой картинки фон белый. А если мы хотим ее где-то разместить, наложить на какое-то другое изображение, эту картинку, то не всегда бывает вот белый фон уместен. Дальше я вам покажу, как это выглядит. Итак, мы вот скачали с интернета, допустим, такую картиночку. И нам надо сделать вот этот белый фон, чтобы его не было, а был фон прозрачный. Мы открываем программку Pixlr. Точнее, это не программа, это сервис. Он находится по адресу pixlr.com. Вот здесь вверху вы видите этот адрес. http2.pixlr.com Можете ввести этот адрес в поиск своего браузера. И он выдаст вам этот сервис. Также ссылка на этот сервис будет под этим видео. В описании к этому видео, если вы по ней кликните, то перейдете вот сюда, на этот сервис. Теперь мы опускаемся чуть ниже. И здесь у нас две вкладки. Нажимаем на любую. Вот, допустим сюда, на левую. И выпадает вот такое окошечко меню, где нам предлагают создать новый рисунок или загрузить с компьютера. Открыть изображение по ссылке. Мы выбираем загрузить изображение с компьютера, потому как мы уже на компьютер скачали нужное нам изображение и хотим его отредактировать. Кликаем эту вкладку. Выбираем изображение на нашем компьютере. Вот оно. Здесь, вот в этом окошечке с правой стороны, мы снимаем замок. Вот здесь эмблемка замочек. Кликаем сюда дважды левой кнопкой мыши и ставим вот такую галочку в этой области. Вот, чтобы была такая галочка. Дальше переходим в левое меню. И здесь мы выбираем инструмент «Волшебная палочка». Вот так он выглядит. Этот инструмент. Кликаем сюда. Выбрали этот инструмент. И теперь мы на светлом фоне кликаем левой кнопкой мыши вот этим инструментом «Волшебная палочка». У нас произошло вот такое выделение. И теперь мы клавишей «Делита» «Стрелка влево». На нашей клавиатуре удаляем вот этот белый фон. Вот у нас появился такой фон в виде вот таких шашечек. У нас еще остался фон серенький. Давайте мы его тоже попробуем убрать. Кликаем здесь же на этом сером фоне. И также стрелочкой «Делита» мы убираем вот этот серый фон. Весь фон, который мы хотим убрать, мы его кликаем на него волшебной палочкой и стараемся удалить стрелочкой «Делита». Так происходит удаление вот этих фонов, которые нам не нужны. Итак, после того, как мы все поудаляли и у нас остался вот такой клетчатый фон, мы жмем вкладку «Файл» вот здесь в верхнем левом углу «Файл» «Сохранить» и выбираем формат вот в этом окне. Переходим по стрелочке, выбираем формат «ПНГ» поддерживает прозрачность максимальную. Вот именно этот формат «ПНГ» поддерживает прозрачность максимальную. И кликаем «Да», подтверждаем. Выбираем, куда сохранить на наш компьютер. Я выбираю «На рабочий стол» и сохраняю. Все. Эту вкладку мы можем закрыть. После того, как у нас все сохранилось, эту вкладку мы можем закрыть. И теперь мы видим, у нас на рабочем столе появилось изображение с прозрачным фоном. Та же самая картиночка, но фон прозрачный. Да, здесь есть небольшие разводы. Их можно тоже резиночкой аккуратно будет убрать. Но они уже нам не помешают, если мы захотим это изображение разместить на каком-то другом фоне. Давайте я вам покажу, как это будет выглядеть. Допустим, мы открываем программку «Поверпоинт». Здесь можно делать разные презентации, изображения. И давайте я вам покажу, как мы можем использовать наше новое изображение с прозрачным фоном именно в этой программке. Открыли программку. Выбираем «Дизайн». Давайте я выберу какой-то темный фон, чтобы было видно, что это действительно прозрачная картинка. Можем написать заголовок какой-то. Давайте я лучше сюда добавлю какое-то изображение. Итак, вот мы добавили фон. Он темный. И теперь мы будем сюда, на этот фон, размещать надписи и изображения. Добавим надпись. Так, добавили надпись. И теперь мы вставим наше изображение, которое мы только что подготовили. Вот так выглядит наше изображение денег. Фон у него прозрачный и неплохо смотрится. Вот мы добавили еще какое-то изображение. Добавили веселого смайлика. И можем оставить еще здесь свой скайп, например. Вставляем надпись. Убираем область. Ну и пишем. Вот у нас появилась такая картинка с изображениями. На ней изображение с прозрачным фоном и очень так неплохо смотрится. Всем желаю успеха. Всего вам доброго. С вами был Николай Лысков.